Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Компания планует створить у Гомеля вытворшись мебли. Зараз про это иншее больше подробно. У Гомельской области колькость хворых на острые респираторные инфекции грипп не превышает показчиков минулого года. При этом ситуация все равно застается под контролем медиков. Так, с 29-го студене амбулаторно-поликлиничные установы Аховы Здоровья областного центра стали працевать и в выходные дни, ка повысить доступность медопамоги подчас прогнозуемого сезонного повышения захворывания. Дарыча, гэты працевные выходные прошли для супрацовников поликлиник довольно спокойно. Основная колькость пацыентов приходила на приеме на витараницей. Так, у субботу и у неделю у филиалий номер 10 Гомельской центральной городской поликлиницы за первые годины працы у сярыдня было 3 человеки с повышенной температурой. У нас за прошедшую неделю в среднем обращаемость температурящих больных от 15 до 20 человек. То есть это не превышает тех чител, которые были и в предыдущем году. В прошлые выходные за субботний день у нас было 7 обращений с повышенной температурой, а за воскресенье 3 человека у нас обратилось с повышенной температурой. Госпитализации у нас не было. Для людей с повышенной температурой организовали особный увоход. Для таких пациентов отвели навод особный терапевтичный кабинет. Все для того, как избегнуть контакту хворых на острые респираторные инфекции и грипп с иншими наведовольниками поликлиники. Увесь персонал ходит в специальных масках, які постоянно меняют. Кожные тригодины проводится дезинфекция. В соответствии с нормативными документами в республике определенные контрольные города на территории области это у нас Гомель, Речица и Мозырь. Соответственно, по ним рассчитаны Министерством здравоохранения контрольные уровни. На сегодняшний день эти уровни не превышены, поэтому ситуация в контрольных городах в принципе не отличается от общей ситуации по области. Заболеваемость на уровне среднемноголетних уровней, именно характерно для сезонного подъема. У смоцненный режим працы поликлиник протягнется до конца лютого. У субботу дверы амбулаторно-поликлиничных установок о выздоровье будут отшинены с 8 до 18 годин, в неделю с 8 до 14. Выкликать урача на дом для детяти в субботу можно будет до 13 годин, в неделю до 12. Для дорослого отповедно до 15 и до 12 годин. Згодно с даденными инспекцией Министерства по податках и сборах Республики Беларусь по Гумельской области с 5 с половой тысяч предпринимальников, яких анлюсь товаром, что подлягает сертификации, один податок у студии не заплатили амаль три тысячи. Таким чином я не подтвердили жадание протягнуть працонную деятельность у лютым. Остатние взяли тайм-аут на месяц. Марина Северьянова протягнет эмо. Для людей, а не для уладов, приняты закон номер 222, який тычыця регулявання предпринимальницкой деяності. Кожны мая права набывать товар с подтвержденной якостю. Рашэні, што отычылися предпринимальницкой деяності, были охучены яшы в 2012 годі. Але момент уступлення усилу забароны гандлявать без сертифікатов постоянно тягваўся. Представники малого бизнесу, як люди разумные и спрытные, за гэтый час могли спланаваць перспективы своей деяності по новым законі. Але своя часова зарабіў гэта толькі кожны чатвёрты. Многі спадзяваліся на тое, што указ приняты не будзе. І навыц пасля яго уступлення усилу, што будзе адменіны. Але, як на гэтым тыдні, паведаміў міністры экономіки Беларусіў Ладзімер Зіновскі, ні адмены, ні припынені дзеяні не будзе. Адзінае, Міністерство экономіки і гандлю пропануть зміншыць штрафныя санкція предпринимальнікам за гандаль без сертифікатов. На сёнішній дзень гэта сума вельмі вялікая, к'яна може дасягаць 200 базавых велічынь. Дарышы новых аргументаў супратзявядзеня празрыстага гандлю працтавнікі малога бізнесу не агучваюць. Толькі тэж, што і раней. Напрыклад, што не паспелі прадаць раней закуплены тавар. Спеціалісты жлічыць, што калі яго рэшткі не паспелі прадаць заадведзіны для гэтага год, то гэтай тавар просто не патрыбны спажывцум. Працівнікі законодавчых замянінняў гавараць аптым, што тавары з сертифікатамі закупіць складана. Їхній быта просто няма. Але многі автворцы ў апошній час распрацавалі спеціальні праграмы патрымкі реалізацій. Напрыклад, адкрылі сайты з полным модельным і помірвым радам, пропануваць дробны апт, таварныя кредиты, пробныя парты і скидкі. Аткрыты і шарах аптовых організацій. Зрозуміло, ў першу шаргу яны ориентаванныя на роботу з айтшынамі вытворцамі. Але закупаюцца і імпартныя тавары ў Польші, Турці, Бангладеші, Китае і іншых країнах. Велікай актывності сирот прадпрымальнікаў па взаімадзеяні з аптовыми організаціями па кульняма. Праблема пасівності обумоліна хучай за всю тым, што їх не задаволювае кошт. Але гандлёвая надбавка не перышае 20-30%. Поступоваш, лічыць спеціалісты, супрацовніства з базамі будзе наладжана. А крамя таго прапануюць свеі паслуги па аптовым продажі тавару і буйныя крамы Гомеля. Шмат дзе гатовае да помахчыўнабыці тых же вырабаў лёгкай промысловості непасрэдна з заводов-вытворцав. Па собі кошті і з адповедными сертифікатамі. Колькі прадпрымальнікаў скорысталася такой махчымацтю, ў целым па в області пакуль ніхто не падлічваў. А лі у крамах кажуть, што ёх достаткова шмат. Мы можем також представить індивідуальным предпринимателям тот же товар, который ў нас существует на наших полках. Мы також работаем по подзаказ. Мы можем представить этот заказ в течені двух недель. А зараз ознаўімімся з ситуаціей на Гомельскім центральным рынку. Йон самі великі ў в області, разлічаны на 1700 гандлёвых месцців. Літось ў Снежні індивідуальными прадпрымальніками було рандаваны звыж тысяч із їх. Постані на початок лютого – коля 700. Управліні Аблспожоў Саюзе, якому належыць центральны рынок, каб зменшыць выдаткі прадпрымальнікав, вырышылі значна знізіць кошт аренды гандлёвых месцців. На тым же другім па версія гандлёвага центра, напрыклад, за квадратны метр, што месячна цяпер неабходна платіць ўсяго 48 тыс. рублёв. Гэта прыкладна ў 15 разов менш, чым ў приватным гандлёвым центры, што знаходіцца побач. Хочу сказать, што за 2015 год мы шесть раз снижали аренды ставку по прозві предпринимателя, совместно с Употребсоюзом, с собственником, мы идём предпринимателям на встречу. То есть мы никому не отказали по снижению аренды ставки на сьогоднішній день. И уже обращались ёнваре месяце 2016 года, мы снова снизили аренды ставку, но в среднём от 10 до 20%. Дакладна вядома, што адміны 222-го указу не будзі. Яго прыняць важны перш за ўсё не для ураду, а для людзей. А крамя таго, гэта павінны стварыць ровны и празрысты умовы гандлю як для реалізатора у товару лёгкай промысловасці імпартнага паходжыня, така и чыннага. Свабодна экономічна зона Гомеля-Ратон протягава адкрываць межы одного самых высокоразвитых индустриальных регионов Республіки Беларусь для замежных инвесторов. Так, польскіі бізнесмэны затікавліны развіваць ў Беларусі проєкты у галіне меблівої витворчаці. Про перспективи супрацівництва і вогуле про поспіхи і планы свободної економічні зони актуальне інтерв'ю з керівником адміністрації СС Гомеля-Ратон Антонина Яжова. Антонина Ізотовна, здравствуйте. Здравствуйте. Наскільки мені звісно, на 18 февраля в Гомеля запланирована бізнес-конференція с представителями дочерней компании известного польського производителя мягкой мебели матрасів «Долком-40». Для гомельського регіона каковы перспективи такого сотрудничества, ну і в цілому, в чому особенність такого проєкта? В 2015 році ми зарегистрировали предприятие «Долком-40» – це с польським капіталом предприятие. І на 18 февраля ми наметили совместно с цим предприятием проведення бізнес-конференції. Суть цього мероприятия какова? То есть польське предприятие «Долком-40» с польським капіталом, которое у нас расположилось в городе Гомеле, буде искать партнеров для совместного производства мягкой мебели. Те белорусские предприятия, которые изъявят желание принять участие в конференции, они зарегистрируются у нас і змогут провести переговори с польськой стороною по вопросу участия в этом производстве. Это предприятие выкупило незадейственную площадь долго, они очень были свободными на пусковые двигатели, заводы пусковых двигателей. Помимо белорусских партнеров, которых они сюда пригласили, они также пригласили партнеров из дальнего, из ближнего, так сказать, зарубежья. У нас уже зарегистрировалось более 80 компаний из семи стран мира. То есть в этом и особенность проекта, что вот этот производитель привезет к вам и других потенциальных инвесторов, так? Конечно, мы заинтересованы не только в том, чтобы Делком 40 нашел здесь партнера в Республике Беларусь, но и привел новых инвесторов с целью реализации новых инвестиционных проектов. Ведь каждый новый инвестиционный проект это создание рабочих мест, это налоги в казну государства. Ну, это улучшение жизни народа, в конце концов. Если говорить о Делком 40, сколько новых рабочих мест появится благодаря их деятельности? Они планируют в течение пяти лет организовать здесь крупномасштабное такое производство, которое будет состоять из нескольких этапов. Вот в течение пяти лет будет создано более 600 рабочих мест. Это только на Делком 40. А если они дадут работу и деревообрабатывающим предприятиям, ведь там тоже будут создаваться рабочие места. И наполнители различные для матрасов, которые нужны будут. То есть это очень интересный, такой крупный проект. Антонина Зотовна, если говорить о 2015, насколько активно в прошлом году регистрировались новые резиденты? И вот на сегодня, сколько их насчитывается? В 2015 году мы зарегистрировали шесть предприятий. В 2014 у нас было зарегистрировано пять предприятий, на одно предприятие больше. Это предприятие, самое крупное, я бы сказала, это с польским капиталом Делком 40. Основная задача, которая всегда стоит перед свободной экономической зоной, перед администрацией, это привлечение инвестиций в экономику Гомельского конкретно региона. И планы, которые мы наметили по привлечению инвестиций на чистой основе, по валовому поступлению инвестиций, мы выполняли. В 2016 год мы тоже наметили себе не менее 10 миллионов привлечь инвестиций на чистой основе в экономику Гомельского региона. Это будут новые тоже производства, уже планируемые, ведем переговоры с россиянами, с китайской стороной, с Германией по организации новых производств здесь, в Гомельском регионе. Антонина Зотовна, если говорить об условиях работы, о предоставляемых льготах, преференциях, все это осталось прежним на сегодня, как на данный момент привлекаете потенциальных инвесторов, резидентов? Это налоговые льготы. В течение пяти лет не платится налог на прибыль нашими резидентами свободной экономической зоны, не платится налог на недвижимость, и предоставляются таможенные преференции при ввозе материалов, комплектующих, оборудование, необходимое для реализации инвестиционного проекта, не платится таможенная пошлина и НДС. Что касается изменений условий льготирования, то надо отметить, что в 2016 году появилась новая льгота для резидентов свободной экономической зоны. то есть если предприятие, вот как ДЛКОМ-40, выкупает здание, которое уже использовалось в производстве, и на время ремонта, реконструкции этих зданий и сооружений не платится налог на недвижимость. С 2017 года нашим резидентам еще будет представлена дополнительная льгота, то есть налог на прибыль, резиденты будут освобождены от налога на прибыль не в течение пяти лет, как было до 2017 года, а в течение десяти лет. Ну, оно постоянно меняется, законодательство, но, однако, свободная экономическая зона по-прежнему остается привлекательной для вложения инвестиций для иностранного инвестора. Что ж, мне остается только пожелать вам, чтобы так и оставалось и в будущем, и сказать вам огромное спасибо за интервью. Спасибо вам. А зараз до новинокультурного життя Гомельшины. Узнагарожене переможцов областного конкурса у сярод-навученцев и работников станопрофессионотехничной и середней специальной адукации «Спадшина». Экспозиция уникальных фотосдымков «Як феникс попелу», разбурение и обновление Варшавы 1939-1955. Гастроли заслуженных артистов театра «Московская оперета». Про это так само многое иншее, что трапило у объективы наших телекамер за опошние семь дюн, расскажет Вероника Варашилина. У Гомеля подвели выники третьего областного конкурса у сяродного ученцев и работников установ профессионотехничной и середней специальной адукации «Спадшина». Переможцы номинанты гетага цикавыга и одночасово познавального творчого с поборництва отримали дипломы, каштовные подарунки и премии, а головная – бесценный опыт предоследований самобытной белорусской культуры. Конкурсанты выконали доследшие працы, просвеченные региональным особливостям национальной вышивки, оденья, мифологичных абиарегов, рушников и инших знаковых для белорусского народу речев. А так само на працуки представлены праздекоративно-прикладную творчость, выставу саморобных лялек, жанушьих упрыгожеванев, предметов соломы и лазы. Все лето на конкурс поступило каля 250 работ с 49-ти установ адукации в Гомельской области. Яны ураживали глубиней своего доследчего аспекту, обранная тема разглядалась и выучалась у разрезе пылного района, города, везки и навод семьи. У Гомельской областной универсальной библиотецы имя Ленина распачал свою деятельность проект «Год культуры в библиотецы». Его отправной кропкой стала встреча житташоу с мастерства знаутцем намесником директора библиотечной установы Олегом Ананьевым. Реализация проекта запланована на весь будущий год у программе с встречи с ведомыми гомельскими мостаками, режиссерами, актерами, скульпторами, а так само наведывание концертов, выстав и спектакляв. Тым часом у Гомельской центральной городской библиотецы имя Ерцена стартовал проект «Культурная людя», его мыта проведения с встреч молодец с заслуженными деечами мастерства нашей краины. Первым гостем библиотеки в рамках реализации проекта стал заслуженный работник культуры Республики Беларусь, режиссер-постановщик массовых театрализованных представлений городской организации БРСМ. Даречь и подобные с встречи тут плануется проводить до конца года, как молодь областного центра смогла ближе познайомиться со многими поспеховыми представниками творческих профессий. Будем приглашать на эти встречи не только наших гомельчан, но и в том числе артистов эстрады, театра, кино, писателей из других регионов страны, из-за рубежа, которые будут приезжать с гастролями в наш город Гомель. У Паласы Румянцевых и Паскевича зараз можно познайомиться с выставой «Як Феникс Попелу. Разбурение и одновление Варшавы 1939-1955». На ее представлены уникальные фотосдымки, на яких полстое обличчо польской столицы на пиаре, до дни подчас и после другой Сосветной войны. Перш, чем представить панораму 16-ти годов жития Варшавы, организаторы проглядели десятки тысяч фотосдымков с двух национальных польских архивов и приватных коллекций в вынику в экспозицию вошли 36 фоторабот. А тем часом у Гомельским городским Центр культуры отбылся гастроли артистов театра «Московская оперета». На суд глядачуяны представили комедийную музычную постановку «Цыганский барон». У спектаклю вздымается тема человеческой годности и все переможного кахания, национального гонора и мкнения до свободы. Особливый колорит у постановки унесли яркие костюмы, декорации, так само запальные цыганские песни и танцы. Треба отзнашить все музычные композиции, артисты масса опереты выконывали вживую. А у Гомельским державным цирку стартовала новая программа «Парат-Але», захопляющая дух номера акробатов и поветрных гимнастов уражливый аттракцион с дрессированными львами и медведями. Колоритные африканские танцы у сполучений со складанными акробатичными элементами. Под час представления на арене взяют зорки циркового мастатства одразу семи краин света. Лепшие сосветные артисты и лаураты престижных международных фестивалей. На наступном тень у картинной галереи Гаврии Лавашченко открыется юбилейная выстава живопису Талиновитого гомельского мастака фантастичного сюрреализма так само классичного пейзажа. До того же тут же у картинной галереи Гаврии Лавашченко запланирована открытие выставы продажу живых архидей самых разных видов и колеров. И об спорте. У хокейной экстралиде зараз часовый перепынок. Ближайшие поединки команды региона Гомель и Металург проведут 18 лютого. А вот футбольный клуб Гомеля распочинает Транца запланованы на субботу. Об инших подеях спортивного жития в области на наступные 7 дней расскажет Дмитрий Котов. У баскетбольных чемпионатах Беларуси протягивается другий этап. Гомельский гацар, який трапил у подгруппу Б, будет и далее змагаться за 5-е место в таблице. За гульновыми балами команда отправится в Минск, где встретится с БГЭУ. Поединки запланованы на 12-е и 13-е лютого. Жаночая команда Гомельсош будет выражать аналогичную задачу – выниковую перемогу над командами группы Б. Другую серию поединков коллектив проведет на домашней пляцовце. На этот раз в роли гостей выступит баскетбольный клуб Полоцк. Вызначать мощнейшего суперницы будут в субботу и в неделю. Аматеры в минифутболу чекают черговые поединки национального чемпионата. Гомельсош смогут увидеть двух мясовых коллективов ВРЗ и БЧ, которые являются суседями по турнирной таблице. ЦКК чекает в гости команду Ахова Динамо, а агрокомбинат Паудневый отправится в Минск, где гуляет с Мапидом. Все встречи будут в субботу 13-го лютого. После перемоги в Сираду над гандбольным клубом имя Левина гомельчане по-ранейшому знаходятся на другом ротку у таблицы. На этом тыдне они проведут два поединки. Первый гостя вы отбудется 10-го лютого с Минским СКА, а 13-го лютого гандболисты Гомеля дома сгуляют с Могилевской Машекой. Новые регионы, информацию о проектах телерады компании Гомель вы можете найти на нашем сайте интернет по адресе www.tvrgomel.by На этом выпуска завершена у студии працавала Маргарита Шибукова. Усяго доброго и до встречи ухера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова